ну то есть меня обманывают конкретно меня обманули я кстати взяла красивый купальник свой с жемчужинами как вот тебе и на обманули меня с камерой в общем то так я готовлюсь к фотосессии ой девочки чем я сейчас стоило загрузить видео короче не траблют некоторые с видео форматы разные короче мы сейчас мало собираемся в бассейн уже давно обещала в спаве сводить провести с ней спа день короче я сейчас долбалась этим видео и она слишком много времени занимала это короче просто минус день с видео а я так не могу поэтому я его смонтировала вообще на телефоне и выложила но без заставок без ничего вот предыдущий влог был я там короче показываю как я передержала волосы свои вот как дынька у меня молодец подтягивается короче сейчас я не буду ничем мазать только лицо намажу с spf вот тут 50 spf 50 лицо намажу а то она у меня этими пигментными уже пятнами немножечко уже получается это в корейская косметика у люси брала и вот как раз она кстати лицо так защитит хотя с другой стороны хочется загорать но я все равно блин буду загорать я имею ввиду на солнце даже spf 50 сто процентов не защитит от солнца но хоть лицо что лицо постоянно на солнце что-то не хочу себе какое-то черное лицо если честно немного загорелая хватит меня пересчат загарма устраивает единственное что вот животик ножки хочется а вот лицо руки мне вообще нормально раньше с какой-то этот был ажиотаж все я уже собралась поехала за мамой короче говоря жара неимоверная я взяла с собой смотрите вот такую сумочку все поместилось помните я ее то ли на шейн то ли на ньючик заказывала я уже не помню еще взяла в такую шляпу в ней я конечно ходить не буду но что-нибудь фотосессию какую-нибудь что не замутить интересно я давно хотела и уже сколько я ходила на пляж и все время забывала я кстати взяла красивый купальник свой с жемчужинами которые только бархатисты вот и сережки отделки отдела надела короче мамку мамка не просто будет отдыхать но будет отдыхать с пользой попрошу я короче меня пофоткать крестинка что-то не отвечает вот наверное думаю она не настроена и в принципе говорила что среда но времени мало поэтому я с ней потом отдельно схожу возьму себе еще сертификат и короче говоря кстати султан спа я говорила уже да вот куда мы ходим постоянно там вообще стоит вход дорого там две с половиной или три тысячи по-моему три тысячи рублей и по-моему не важно вообще будни это или выходные короче сделали полностью женский этот клуб вот и когда ты выходишь из спа тебе всегда предлагают взять сертификат с 50 процентной скидкой вот и я всегда когда туда хожу даже если не собираюсь там ходить в спа ближайшее время и все равно беру этот сертификат потому что он на полгода на год действует еще да вот и один всегда сертификатик беру вот потом либо кому-то могу составить компанию либо если очень устала сходить сама и когда если кому-то надо я могу потом два сертификата на выходе взять вот конечно я частенько акции бывают какие-то там в день рождения на 8 марта на 23 февраля наверное да то есть 50 процентов тоже скидку делают но короче вы поняли меня да крестинкина вот это вот кружка термос вообще просто мне так выручает пока я жду свою я пользуюсь ее кружкой нам не разрешила и я вот постоянно не пользуюсь это очень удобно реально держит все все насчет камеры надо позвонить еще вот тебе и на обманули меня с камерой в общем-то она даже сегодня не будет готова за возможно завтра во второй половине дня это в лучшем случае а прошло уже два с половиной дня считаете если завтра то это уже три дня они 12 вот видите главное сказать там они же не знают насколько для меня это важно и я жду каждый день еще один блок будет на эту камеру простите потерпите мои кошечки я вам бонусом прямые эфиры стараюсь вести с нормальным качеством и звуком чтобы поболтать со прям непосредственно связь связь с вами добрый дня всем привет девочки ой слушай какая красивая у тебя на камере да да мне нравится а ну-ка а у тебя чего хуже ты у себя на камере нет я имею ввиду старо сравнению с твоей камерой на на этом себе вообще не видела на твоей об сравнении с моей сейчас посмотрим так мы отправляемся спа а только сначала надо кой туда заехать еще и чё и чё я привет скажи всем привет мы сравниваем камеры кто мне красивее в какой камере красивая ногу у меня тонов теплых наверно больше да у тебя больше холл а ты что-то включила фильтр во первых не я включала ты мне тут настраивали у меня был до этого включен кстати ты знаешь ее настраивать это дело все не умею поэтому настраивал мне ты мне нравится желтизна это которая была и я убрала ну так розового добавь все будет хорошо добавь свою жизнь тепленького тёплых розовых тонов розовых тонов я когда наоборот не нравится желтизна у тебя больше серых серо-желтых а у меня каких серо-желтых а чё мы не поедем по коксайскому не нужно надо заехать еще в одно место набрать новой косметики ясно ясно ну вот в общем что девочки едем мы в спа вдвоем с дочей крестик до крестик пропускает это мероприятие что-то вот мы прекрасно отдохнем вдвоем ты настроена на отдых как настроение я настроена мама я взяла еще шляпу посмотри посмотри как у меня кстати такая же почти сфоткать меня и я еще взяла такое платье туника красиво и купальник ну я тебя на нас фотка уже там ну конечно не в машине конечно зафоткаешься да зафоткаешься да я с полями не стала брать и шляпу потому что я думаю если там плавать зашла сейчас вот заказала себе новой косметики это наверное уже в следующем блоге вам покажу уход разберусь на всех девочки это ужасно здесь наиполнейшая наиполнейшая посадка в теньке вообще мест нет даже где лежаки там нет мест вдвоем чтобы полежать один лежак можно найти а вдвоем нет и короче это среда и это пол второго дня вообще как бы самое пекло и вообще-то будний день люди чего не работают но я немножко в шоке честно говоря и вот так чтобы я сюда пошла без сертификата и наверно даже сертификат брать не буду вообще покупать хотя он год действует нет я его возьму может быть на потом на осень или надо было очень рано сюда ехать короче я вообще недовольна если честно и мы просто сели в кафе сделаем заказ и будем здесь сидеть и отсюда уже ходить купаться или загорать или куда-то еще так я готовлюсь к фотосессии хоть и народу много но что делать фотографии фотографии на instagram нужны что я хочу водить шлем смотреть посмотрите потом в инстаграме переходите в мой инстаграм посмотрите какие фоточки мне сделала дэнка без сомнения сделал бы их очень крутыми а сейчас посмотрим мама что сделала мама как сможет вот так красиво 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 и красиво в общем пока мы снова фотографировали с нам принесли еду как красиво все мохито клубничный это тольятели с креветкой мои любимые я не изменяю в общем поем может быть настроение поднимется давай я налью мохито со льдом тебе все настроение подупало от народу от света который здесь жесткий короче вообще да бомбочку будешь делать или солдатика хорошо потому что свет сейчас жесткий жесткий свет я попала к другому берегу давай тогда тебя будет видно тут как-то да в тени плохо видно вообще лицо теплая водичка вообще очень теплая как будто подогрели в чайнике ну да ну поэтому люди засели вот на этом самом да на бортике висят и не хотят вылазить да мы заказали еще мороженое с ладюшечки пока нам готовят а здесь народу просто полная посадка просто полная переполненная посадка мне кажется даже не всем есть где сидеть столы все заняты в этом году я сюда больше не приду лежаки все заняты столы все заняты все заняты ладно давай пофоткаемся вы там красиво выключай плыви как нибудь уже плыви уже давай как-нибудь а то тебя и в воду еле загнала все она загорает все она загорает плыви плыви ты вылезешь я тоже полезу окунусь я уже высохла быстро а если я не вылезу хочешь я тебе халатик принесу да халатик надо не скажут что положить потому что холодно будет пошла за халатик давай так с другого вам немного ракурса поснимаю мама пошла кушать мороженое пока я говорю давай ко мне залазь она говорит я пойду мороженое поем потом вот короче жесткий свет и фотки получились не вообще не огонь вот поэтому не знаю будет ли что-то в инсте печалька но в воде очень хорошо я кайфую если мог кто-то не будет да мама отказалась от пахлавы а я ее обожаю она выбрала мороженое а можно я у тебя с пионерью нет вот одну вот такую штучку а фрукты можно а пахлаву ты отказалась не пахлаву не хочу она очень сладкая я мороженое съела а ну это ешь и клубняшечку а то вот это любят они знаете сначала не берут не берут а потом забирают у ребенка лимон мороженое съела все в общем побыли мы в этой красоте в джакузи немножечко побыли сейчас я говорю мам пойдем туда наверх сходим там должны быть красивые фотки да по-моему топлив загорают вообще мама пошла сумку взять а то она переживает что кто-нибудь ее драгоценности свистнет в общем мама чоли пока идет вот а вот она она уже поднимаемся с вами наверх не упасть бы в общем поднялись на второй этаж я смотрю здесь вид такой красивый мама чоли снимает вид красивый мама тут у меня вот бассейн опа вот видите все лежаки заняты вот там все занято вот там я фоткалась сейчас короче вот где мама стоит я хочу вот здесь пофоткаться красиво как-нибудь но свет очень жесткий сейчас к сожалению посмотрим что получится я устала отдыхать я хочу домой отдохнуть от отдыха я хочу домой отдохнуть от отдыха очень активно отдых получился да да что мне после этого мохито плохобастенько немного такой знаете как сладкий что ли ну как вы отдохнули женщина ой мне кайфово вот после душа мне просто сто процентов кайфово в душе лучше чем в бассейне скажу вам голова рука шатается да потому что в бассейне тепло очень не нападен ой в машине сейчас представляю нам пока что мы настили внутри салон я лучше поставила я тут такая сразу ты не узнала сначала что ли меня я не узнала но ты на меня посмотрела и такая что было давай руку привет я отвезу вас с бабушкой до дома и потом поеду золотенькой в садик как у тебя дела как настроение хорошо настроение хорошее что вообще новенького в жизни у меня новенькое в жизни что я перейду в другой садик наверное целый месяц в какой ты знаешь ну и ты готова с новыми детками познакомиться с новой воспитательницей нет не готова ты не хочешь в садик что ли нет не хочу как же там блин там вкусно кормят новые знакомства это же всегда так классно может быть ты там не вкусно там не вкусно кормят у тебя нет любимой еды в садике есть что ты любишь кушать в садике я люблю есть запеканку и еще что-то я еще люблю есть вот этот перчик фаршированный фаршированный да ой я его тоже так люблю сейчас я тебя пристегню не получается да там короткие эти для дыньки ну что спасибо моя дорогая что мамочку вывезла отдохнуть мы с мамой забрали Настену и мамы сейчас с Настеной идут вот что вы там делать будете мы забрали Настю с садика мы с Настей в последнее время смотрим фильмы советские детские какие-нибудь интересные гости из будущего посмотрели понравился Настя и мы это смотрели да мы до этого потом смотрели Малефисенту первую и вторую часть но Настя плакала ты плакала? да а что ты плакала? Малефисенту убивали мы храброе сердце смотрели да дай ребенку сказать ты ребенок мы еще смотрели там какой-то там мама короче и там доченька которая хотела маму храброе сердце и короче мама сделала какое-то пирожное храброе сердце и мама превратилась в медведя а в том суть что папа был охотник на медведя и они чуть ее не убили но они уже поняли поняли? что мама это медведь мне кажется или потом утро стало и она превратилась обратно в человека мне кажется или Настя чем-то напоминает меня Настя будущий блогер и она позирует уже на камеру но мы стоим посреди дороги мы не стоим посреди дороги не надо рассказывать не припарковалась не припарковалась не припарковалась ты стоишь вот на на дене очки вон парковка вот это наша машина ну я не заехала ма ты че? ты че? в общем короче говоря мы с Настей что мы мы приключения электроника не смотрели будем смотреть как мамочку мама тоже на меня похожа с детства вот начинаешь ее снимать и она сразу такая уже никуда не собирается все давай пока пока она тебя с детства похожа пока пока или ты на меня похожа все Настюлик му-му-ма му-ма му-ма целуй тетю му-ма и мну му-ма все поцеловались все бегите хорошего вам вечера до свидания до свидания все пока пока а я за денькой давайте шуруйте чалка кау всем давай Ну что, моя хорошая, сижу тут в машине, все время уже подошло за Денечкой идти, мы пофотографировались, ну как пофотографировались, мы выяснили, что День, по-моему, фотографирует лучше моей мамы, я не знаю, ну просто она фотографирует, ну мало того, что солнце было такое яркое, да, но еще вот знаете, вот не видит человек фотографию, ну не видит, вот, и не видит телефон, и не видит фотографию, вот, ну короче, говорят, такие фотки смешные получились, но мы сделали выход, мама держала телефон, я включила видео и уже на видео позировала, и уже совсем другое получилось, вот, поэтому все равно довольна, очень много красивых кадров, вот, спасибо маме, в любом случае, но посмеялась от души над фотографиями, вот, короче, иду за мелким сейчас, и хочу дома тоже отдохнуть от отдыха. Давай, ой, аккуратно, давай, День, ты вот так скачешь на скакалке, ну ты не научился, да, еще? Ой, смотри, смотри, самолет, он летит, где сидит, самолет. Реально, я знаю, видишь? Дай, 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 дай. Эй, отдай. Все, зашли домой, Денька, короче, на площадке после садика, такие там, вытворял эти спортивные акробатические трюки. Ну, я ему показывала что-то из детства, мы же раньше занимались в школе, даже медаль получили, Кристинка, я и еще там пару-тройку девочек. Мы подтягивались по 15 раз, соответственно, мы любили, мы смотрели на пацанов, которые на стадионе там, кто на брусьях там занимались, знаете, там, кто там кувырки всякие делали, ноги поднимали, там, повороты. И мы все это пытались за пацанами повторить, вот, ну, мало кто из девчонок, как бы, не то, что мало, никто, вот там, по-моему, из девчонок этого не делали. А мы все время совершенствовались, вот, и потом, когда нас позвали подтянуться, у нас в классе подтягивался один мальчик больше всех. И мы подтянулись девчонками все столько же, сколько и он, на уровне самого крутого мальчика в школе. Вот, поэтому я все это помню, и Деньке показывала, говорю, можно вот так, можно вот так, а ему прям по кайфу самому попробовать сделать. И он прям подтянулся сам один раз, представляете, на перепалочке вот этой перекладины. Вот, ну, а потом я ему помогала. Ну, конечно, сложнее, получается, в воде легче подтягиваться, а так сложнее. Вот, короче, пока он там все эти трюки выполнял, ноги черные просто, как бы, шахтер, я ему мочалкой тру-тру-тру. Вот, в общем, потерла его, сейчас он там купается, отдыхает, я раскладываю посуду из посудомойки, сейчас загружу новую посуду и буду думать, что я буду сегодня кушать. Либо что-нибудь приготовлю, запеку, вот, либо, либо буду есть то, что есть, и не буду ничего готовить. Денька пойдет вот в таком классном костюме, у него такая обалденная майка яркая, шортики. Вставай, одевайся. Вставай, одевайся, сказала. Нет. Чего это нет? Я не буду одеваться в садик. Давай в садик, быстро, жопа. Мы готовы в садик, Денька одел кепку на бикрень сам. Денька, так модно кепку носить? Да. Взяли его часы, в прошлый раз мы их не взяли, забыли. Дела новую, маечку ему. Все, идем в садик. Сейчас по дороге расскажу, как вчера домой пришла. Так, ну что, мои хорошие, вчера, вчера мы пришли. Я вообще весь вечер монтировала фотографии, которые мне мама сделала. Ну, слушайте, есть фотографии удачные. Я на тот момент, видимо, ожидала что-то другое от фотографии. Я такая была вся, вся такая замечательная. По факту, ой, мама родные. Мне нужно заниматься. Мне срочно нужно, блин, и питание немножко поменять. И позаниматься, схуднуть, животик убрать, попу убрать. Вообще, конечно, фотошоп немного в помощь, да, но мне, конечно, не нравится мое тело. Кто-то пишет еще, как вы держите себя в такой форме? Да никакой формы, блин, нет, ни хрена нормальной. Моей идеальной. Конечно, все относительно, девчонки, понятно. И у кого-то есть там лишний вес и все такое. И понятно, что может кто-то на меня, честно говоря, посмотреть, я это прекрасно понимаю. И сказать, худенькая, как держишься в такой форме. Вот. Но это не мой идеальный вес далеко. У меня всегда была натянутая кожа. У меня никогда, ну, целлюлита не было, да. Вот. И всегда животик плоский. Ну, вот я помню свои фотографии. Поэтому для меня это норма. И, конечно, относительно того, что было, я понимаю, что я далеко не в форме. Вообще не моя форма, и я смотреть на себя не могу. Вот. Но для кого-то, кто имеет там лишний вес, и на моем месте было бы быть хорошо. Поэтому понимайте, что все это дело относительно, конечно же. Ну, чтобы просто вот у кого возникает мысль, что, типа, ой, придирается к себе, да. Вот. Ну, кто меня поймет, тот поймет. Вот мы все относительно, относительно себя только рассуждаем. Ну, и вот. Вчера не совсем я довольна провела время, потому что какая-то была суета. А я люблю отдыхать, знаете, чтобы не было суеты какой-то. А там было очень много людей. Место не найти. Для фото было жесткое солнце. Вот. Но пока я вчера делала, я увидела, что много фотографий классных. Поэтому инстаграм будет весьма залит новыми фотками. Вот. Переходите в инстаграм. И вчера вырубились. С Денькой спать. Что еще сказать? Поэтому сегодня, так как вчера отдыхала, сегодня я буду снимать целый день. Надеюсь, камера сегодня будет моя готова. Денечка идет в садик. Я его вечером пораньше заберу, и мы идем в бассейн. Сегодня, на удивление, представляете, пришла за молоком. Купила этот без сахара Альпра. Нет у них моего здорового меню, хотя обещали. И девушка прямо на кассе запомнила меня, что я постоянно захожу. Говорю, есть круассаны? А она их обычно только поставила. Я, соответственно, 15-20 минут не буду стоять ждать. Мне нужно бежать все время домой. И уже там вершить дела, как говорится. Сейчас она меня увидела. И говорит, круассаны, кстати, готовы. Я говорю, о, какая прелесть. Вот надо всегда, чтобы они так готовили. Вот я прямо иду с садика. И уже готовы круассаны. Так что я взяла парочку штук с малинкой. Мне очень нравится. Сейчас у меня будет суперперфектный завтрак. Вот такие вот просто божественные круассанчики ждут меня. И кофе вот еще не допила. Пришла допивая. Крошки мои, доброе утро. Я уже говорила, да, пока малого вела в сад. На самом деле я сейчас просто беру камеру, записываю, потому что я крайне сейчас возмущена. Ситуация с бассейном, с нашим детским. Денька у меня до 6 часов в садике. И то я его забираю раньше. У нас садик работает до 7 часов. Я его обычно забираю раньше, в 6 часов. На час раньше, чем закрывается садик. Сейчас мы начали ходить в бассейн. Соответственно, бассейн у нас там, я стараюсь записываться 18.30, но бывает, что ты звонишь, как бы я забываю все время позвонить и записаться заранее. И поэтому я, конечно же, про свои дни, которые мне удобны. И мне приходится забирать его с садика еще раньше. Например, вот у нас сейчас записано, там, вторник, четверг, на 16.30, на 15.30. Представляете? То есть это, честно, после сна его прям сразу забирать и в бассейн. И потом, ну, то есть, соответственно, у меня полдня всего на работу и на все. Я не успеваю делать свои какие-то дела, с садика забираю ребенка раньше, и потом весь вечер мы проводим, ну, как бы вместе. Это неудобно. Вот. И я объясняю, что как мне можно записаться пораньше. Мне администраторы обе говорят в один голос практически, что у них на месяц, то есть, допустим, июль расписан уже, да, а на следующий месяц у них можно записываться только 15-го числа. Вот звоните с утра, говорит, и записывайтесь. Я никогда так не делала, но я поставила будильник на 9 утра, на 15-е число, чтобы позвонить им первой и записаться на свои удобные дни. 18.30 для меня идеальное время. Представляете? Я звоню в 9 утра, никто трубку не берет. Я пишу, запишите меня на вот эти дни. Открываю там через 20 минут. Смотрю, мне девочка печатает. Я ей звоню, говорю, здравствуйте, так по телефону будет быстрее. Запишите меня, пожалуйста, на весь август, вторник, четверг. На 18.30. А она заглядывает на август и говорит, ой, а здесь все расписано. Самое интересное, что я говорила до этого буквально девочке-администратору, и одной второй я говорила это. Я говорю, ну запишите, я уже купила абонемент. Я купила абонемент еще 13-го, 12-го. Она говорит, запись на август не ведется. Я говорю, ну запишите нас, мы же купили абонемент, мы точно будем хотеть. Напишите карандашом. То есть я хитрила по-разному. Говорю, ну запишите карандашом. А как август откроется, вы меня сразу запишите на вот это время как бы ручкой. Точно я буду. Вы же вот меня знаете. Нет, надо, чтобы было звонить. Это как русская рулетка, говорит она мне. Никакого блата никому нет. Я говорю, ну ладно. Поставила будильник. Я сейчас звоню, и звоню девочке, я первая, вот сейчас работает администратор, я звоню первая, и она мне говорит, все занято. Я говорю, в смысле все занято? Вам же никто сегодня еще не звонил? Она такая, нет, это вот девочка типа вот, другая администратор, которая работала вчера. Я говорю, ну вчера записи на август не было, мне сказали 15-го числа. Она такая, да, я не знаю, как она записала. А, ну говорит, у нее там кому-то личный телефон типа оставляет она, и говорит, что ей с 7 утра звонят. Я говорю, в смысле? Так это и есть блат. Что это такое? Вы работаете с 9 часов, вы работаете, администратор на работе с 9 часов. Я вам звоню первое, значит, я имею право выбрать время, которое мне удобно. Первое. Как так получается? Это как это никакого блата? Это все это время. То есть нет смысла мне заранее записываться, потому что эти дни забиты заранее. Типа они не работают. Ну то есть меня обманывают конкретно. Меня обманули, некрасиво так делают. Она говорит, никакого блата, никакого блата. Хотя дни, там не просто 18-30 занято. Там вообще с 5 часов по 7 часов все занято. На весь август, да? Я говорю, ну это не дело. Это надо тогда с хозяйкой разговаривать или что. То есть блат есть, получается, да. Это, ну, неправильно. Говорю, ну дайте мне тогда личный телефон. Кому надо звонить? Во сколько? Я встаю в 6.30. Я позвоню, поставлю будильник, чтобы мне выбили мое время. Я хочу первое позвонить, чтобы мне... Ну какой-то бред вообще. Это такая несправедливость внутри вообще? Ну как так можно вообще? Ну и сказали бы честно тогда, если там, я не знаю, записываются прям какие-то близкие друзья. Сказали бы правду. Вот эти дни, извините, это вот друзья нашей хозяйки, к примеру, да, или там какие-то вот друзья. И они всегда вот это время забивают. И если только они выписываются, тогда вы сможете записаться. А так вот, вот на это время вообще даже не рассчитывайте никогда. Вот так бы сказали по-честному. А не так, это русская рулетка. Звоните в 9 утра. Я как дура. Ставлю будильник, звоню первое. И мне говорят, извините. Ну что за бред? Она сказала, сейчас я позвоню администратору второму, решу. Я говорю, позвоните и скажите, что я требую справедливости. Это вообще... Честно даже, ну при всем этом, даже вот в бассейн этот ходить не хочется, понимаете? Ну прям неприятно такое отношение. Вот в этом плане это несправедливость полная. Мне прям вообще обидно до слез. И да, в такое место ходить не хочется потом. Я надеюсь, они решат этот момент и справедливость восторжествует. Это, конечно... Я купила сейчас абонемент на 12 занятий вперед. Специально, чтобы была возможность записаться у меня там на весь август и так далее. Оплатить все это вперед, да? Хотя я беру по 4 занятия, мне как бы удобно. Мало ли куда-то мы уедем, чтобы вот это не двигать, не мучиться. Я не знаю, если они вот так вот... Я, блин, наверное, потребую полную сумму обратно вообще без каких издержек, потому что они неправы. Они сделали очень некрасиво. И, ну то есть, если мне скажут нет, извините, вот так вот у нас. И будем ходить в какой-нибудь другой бассейн, искать. Наверное, так. Позвонили мне девочки. И что говорят? Вообще, если чувствую дураком каким-то, который мне пытается что-то вот придумать. Мне говорят, что есть люди, и это не один человек, понимаете, а с несколько. Они берут на много-много абонементов месяцев вперед. И их программа автоматически, автоматически, это не мы делаем, это программа делает, автоматически их вносит. Вот это время с 5 часов до 7, вот все занято. С 16.30 даже, да, мы на 16 только можем записаться. Все занято. Это постоянные клиенты. То есть, я как дура. То есть, у них есть постоянные клиенты. Вот это все происходит. Ну, понятно, что это, блин, не первый раз, да. И у одного администратора, и у второго я спрашивала. И мне говорят, русская рулетка, записывайтесь. Хотя все было. Ну, то есть, мне это говорят в глаза, хотя знают, что это время будет автоматически занято. Постоянными клиентами, которые берут на много месяцев вперед. Вообще, просто. Я, короче, слушаю, слушаю, слушаю все это, и реально себя дебилом чувствую. Вот вообще так неприятно. И вот мы занимаемся, да, с Сергеем. Понятно, что эти ребята, они даже, наверное, не в курсе там куда-то, что творится там с записью, да. Но это некрасиво, проще сказать правду, реально. Приходит новый человек, и скажите ему сразу, что это время ему не светит вообще никогда. Только если выпишутся. И они такие, ну, мы вас напишем, да, но... Я говорю, то есть, нет никакого блата, но эти блатные, которые записались, да, знакомые или друзья, или постоянные клиенты. То есть, если только они соизволят выписаться, да, там, и они куда-то уедут, только тогда я смогу свое время сходить, удобное мне. А так я буду после сна сразу с садика ребенка забирать и везти его в бассейн. Вот честно, вот такая несправедливость меня накаляет. Просто реально накаляет, выводит из себя. Мне хочется делать какие-то движения конкретные. В общем, что я сказала, чтобы нас не записывали тогда на август вообще. Вот, и скорее всего, я купила на 12 занятий абонемент исключительно из-за того, что я знала, что я позвоню первое в 9 утра 15 числа и запишусь на свое время. Сразу, чтобы записаться на весь август, на все вот эти 12 занятий, которые я купила. Так бы я не брала на 12 занятий, я брала бы по 4, потому что ситуация у меня непредсказуемая, где я окажусь, в каком городе, в какой стране этим летом, да. Ну, непредсказуемо, то есть я могу никуда не уехать, а могу резко куда-то уехать. И поэтому мне эта ситуация не нравится. У нас есть еще один бассейн недалеко здесь. Мы тоже туда ходили как-то зимой, когда Денька был совсем маленький. И вот я сейчас, сегодня, наверное, если будет возможность, съезжу туда, узнаю, какие там цены и как они там вот что занимаются. Попробую Деньку сводить туда. Если ему там понравится, то я этот абонемент сдам и скажу, что я брала его с условиями, пусть обратно мне полную сумму возвращают. И будем ходить в другой бассейн просто, пока не наткнемся на очередную несправедливость. Вот так. Вот сейчас я позвонила в другой бассейн, который тоже у нас здесь есть, на районе. И сразу сказала, за вот это время, мне вот удобно такое время. Она сразу сказала, как у них ведется запись. И что, скорее всего, на это время я с вас записать не смогу. То есть она говорит, мы не продаем абонементы, если у нас нет времени. Потому что сначала мы записываем тех людей, у которых есть абонементы, а только потом записываем тех, кому какое нужно время. И то есть мне по телефону сразу сказали, что вот сейчас как бы вот так вот все загружено, что на это время вы не запишетесь. У нас есть люди, которые постоянно ходят на это время и все. То есть у них нет какого-то числа русской рулетки, где ты можешь испытать свои шансы. Она сразу сказала, что все занято на это время. Ну, то есть все время, я так понимаю, вечернее вот это. После садика мамы ведут своих деток в бассейн. Это честно, понимаете? А вот сейчас даже, если бы они просто сказали мне, что вот это время занято будет только вот так, это было бы честно с их стороны. И, возможно, меня бы это не так, как бы что, я не знаю, расстроило, да? Или как-то вот в свой адрес. Я чувствую вот этот момент, знаете, что меня как залаха держит. Вообще вот это крайне неприятная такая тема, что меня попытались вот просто развели, получается, на абонемент. А ты дальше уже, ну как вот, как придется, понимаете? Пообещали возможность такую, а возможностей этой и не было вовсе, понимаете? Это вот какая-то вот такая неприятная ситуация. И вот из-за этой ситуации мне прям хочется найти другой бассейн. Даже пусть подальше и пусть я там буду ходить во время такое, которое мне тоже неудобно. Но там честно говорят, понимаете? Единственный момент еще, что вот я понимаю, что я сейчас в эмоциях, в агонии вся. Просто хочется, я, ну, обычно сразу как бы делаю какие-то действия, чтобы решить эту ситуацию, да? Чтобы не чувствовать себя какой-то вот такой, не чувствовать себя в ситуации несправедливости. Единственное, что меня удерживает, это то, что Деня привык уже к тренеру к своему, да? И вот как бы он с ним занимается, и тренер-то тут, понятное дело, ни при чем. Ну, короче, я буду параллельно что-то делать, подыскивать какие-то варианты еще. Короче, с утра испортили мне настроение. Ну что, забрала Деньку садиком, пришли мы в бассейн, переодеваемся. О, что-то я заодно берет шорт одену в садике. Снимай маечку, маечку снимай. Короче, провела опять душевный эфир, просто раздушевнейший эфир. Снимала видео сегодня, 4 видоса сняла. И у меня дома в спальне погром просто, и распаковки две сделала огромные. Давай. Две огромные распаковки сделала, и вещи еще осталось отснять. Короче, вещей много. День, сядь, пожалуйста, ты упадешь сейчас. Сядь, сядь, посиди, говорю. День. В общем, это неприятная ситуация, которая сегодня произошла. Я, короче, немножко уже выкинула из головы. Ну, сам факт, что неприятно, понятное дело. Вот, но, как бы, ладно. Будем ходить, пока ходится. Просто чувствуешь себя обманутым человеком. Вот. Ну, в целом, уже сегодня событий столько произошло, что я забыла про эту ситуацию. С утра, конечно, настроение мне подпортили. Все? Купайся, готов? Да. Ну, все. Фух, ну что, мои хорошие, пришли мы. Я, кстати, вам не сказала, потому что это в прямом эфире произошло. Меня девчонки спрашивают, что там у тебя с камерой. Я говорю, а мне они не писали, а уже вечер, да, они мне не писали, не звонили, та-та-та. А вот, и кто-то говорит, ну, не писали, а нет, я зашла в смс-ки, короче, уже такие смутные сомнения. Я смотрю, там, оказывается, смс-ка от них. Они мне написали, что работа завершена с камерой. Но не написано, что мы ее там починили или не починили. Просто работа завершена. Но я надеюсь, что починили, и все хорошо. И, блин, такое время было, что мне уже заканчивать прямой эфир и уже быстрее бежать за Денькой в бассейн. Они до 19 работают, а у нас в 18.00 только запись. А потом мы выходим с бассейна, потом мы пока искупаемся, посушимся. И потом надо же еще доехать до туда. Там пробки сейчас. Короче, я решила отложить это на утро. И этот влог закончить вам на телефон. Вот. И уже завтра начать новый влог, если все хорошо. С моей камерой, любимой, родной, с хорошим качеством и все дела. И все, заиграют теми же красками, яркими и хорошим качеством, и звуком заиграют видео. Вот. Солнышко, мы так хорошо позанимались сегодня с Сергеем, да, День? Да. Прям нырял, плавал, молодец какой, подтягивался, все на свете делал. Не стала снимать. Включи. Сейчас, подожди, я доснимаю, включи, ладно? Да. Вот. И, в общем, короче, пока все это меня немного отпустило. Администратор, в принципе, девочка приятная, которая работала. Она говорит, я не в курсе, что там, да, что там, да. И я, говорит, вторую неделю работаю. То есть она меня, по сути, один раз видела только, да. Но я и с ней разговаривала, и с другой администраторшей разговаривала. Просто с другой я с этой, как бы, ну, сказала, что, говорю, мне надо вот это вот время. То есть она говорит, нет, у нас вот так не делается, и тра-ля-ля. А со второй я уже более пыталась что-нибудь там какие-то эти найти, ходы. Я говорю, ну, карандашиком меня напишите, да, там, как бы, я же постоянно клиент, бюро абонементы, как бы, да. Карандашиком меня напишите. А потом просто, чтобы не ждать звонка, сразу же меня обводите. Нет, нет, вот не по блату, ничего у нас, так все захотят, и тра-ля-ля. Вот прям та другая, она мне конкретно прям сказала, что вот нет. Нет, поэтому меня это так и задело, когда я первая звоню, понимаете, а мне болт прописывают. И вы знаете, даже более того, честнее было бы, ничего в этом такого нет, что вот так вот. Ну, есть же постоянные клиенты, которые имеют право на постоянное занятие. Почему нет? Ну, как бы новый, не знаю, может быть, он походит там месяц-два, понимаете, и перестанет. А тут люди ходят годами. И было бы честнее, да, если действительно, ну, как бы, есть такие люди, да, которые ходят постоянно, уже с нами долго лет, им удобно это время. И они ходят именно в это время постоянно, да. Так что, извините, это время всегда занято. Как-то было бы честнее, ты как бы принимаешь ситуацию эту, да, ну, и ладно, и ладно. Я даже в этой нечестной ситуации всё равно приняла, потому что я думаю, сейчас я найду другой бассейн, пока Дэнни будет с тренером непонятно каким, да, тренироваться. Плюс ездить нам надо будет до бассейна, до этого мы пешком ходим, а до того надо будет ездить. Мам, ты принесу. Мама. Ты сок хочешь? Да. Налей себе в бокал сок. И, короче, вот просто ради ребёнка, вот сюда налей в бокал. И, в общем, просто ради ребёнка, ради того, чтобы вот просто не гонять его с другими тренерами, так как ему нравится, уже чуть-чуть, Данечка, налил, хватит. Чуть-чуть, слышишь? Полной не наливай. Только из-за этого. И я даже этой девушке сказала, говорю, что я не возвращаю абонемент только из-за Сергея, чтобы не травмировать ребёнка, потому что ему нравится с ним заниматься, всё хорошо. Ладно, так и быть два раза в неделю. Ой-ой-ой. Выпил как. Аккуратно. Крути. Так пить хотела. Крути. Не надо, Дэнь, так делать. Мам, крути. Нет, а я скажу. В общем, короче, я расслабилась, уже записалась. Естественно, время не то. Но, я думаю, два раза в неделю. Так и быть. Буду забирать садик его рано. Сразу после сна. Вот. Короче, там время... Ну, пока вот сегодня вот это всё происходило, там время ещё на полчаса назад сдвинулось. Ну, люди записываются же, видимо. Такие, как и я, звонят. А они такие, ой, не успели. В общем, ладно. Забыли ситуацию. Я ещё сегодня снимала много распаковки. У меня же много одежды. Вот у меня костюм такой появился. Обалденно, классный. Вообще суперский. Увидите потом на втором канале. Я дублирую, если что, в сообщество на этом канале, чтобы в курсе были. Что новые видео у меня на втором. Ну и что сейчас делать? Денька съел вкусняшку, я ему обещала. Я ему купила, он съел. Так что он сейчас не голодный. Но я думаю, надо сварить макарошки. Сыр у нас есть. Макарошки. Сосиску кушает. Макарошка с сосисками на вечер, если что. Вот. Короче говоря, пойду досниму вещи ещё. Покручусь у них на камеру. И потом буду смотреть сериал и отдыхать. Потому что сегодня у меня очень продуктивный день. Так, ну что, моя хорошая, я наконец-таки решила сделать крабовый салатик. Высыпала уже сразу в контейнере решила делать. А что, сначала в миске, потом перекладывать. Сразу в контейнере большой, классный, фаберликовский контейнер. Очень мне нравится. Вот она, крышечка от него. С вакуумом. Всё отлично. Ну, вот. Воздух, кислород. Раз. Зажимаем и всё. Супер. Так, здесь у нас крабовые палочки. Два пузатеньких огурчика. И яйца варятся 5 штук. Так, ну что, салатик готов. И заправлять я буду чем? Совсем недавно купила себе вот из Фаберлик. Провансаль. 20% такой соус майонезный. Без сахара. Соль у них с пониженным содержанием натрия. Натуральные пищевые волокна. Содержат коллаген. У них сейчас очень много в Фаберлик еды всякой полезной. Без сахара, без всякого ГМО. В общем, следят за этим делом. И крупы, и соусы, и чай, кофе. Короче, сладюшек разных много. Много батончиков. В общем, ссылочку оставлю, кстати, на Фаберлик. И вот это прям... У меня еще кетчуп есть без сахара. Вот это прям просто must have. Этим буду заправлять. Раз без сахара можно не жалеть. Чтобы все было промазано. Вообще, я много не люблю. Полпачки выдавила. Я много не люблю. Вот, все перемешала, попробовала. Очень вкусный соус, классный. И вот еще хотела показать кетчуп, который я купила у них. И кетчунец можно делать, и будет супер полезный. И кетчуп у них, вы видите, шашлычный, из помидоров черри. Полезные пищевые волокна. Без ГМО, без крахмала, без сахара. И тоже соль с пониженным содержанием натрия. Короче, must have. Я вот беру все время теперь. Я уже брала кетчуп. А сейчас взяла еще и майонез, и еще раз кетчуп. Ой, а у нас получилось с вами все из Фаберлик. Контейнер из Фаберлик. Соусы из Фаберлик. Фаберлик рулит. Фаберлик. 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 Продолжение следует...